эпикур многие подумают что это за название на самом деле это привлечение внимания как украинские так и зарубежных потребителей к этому продукту который производит владимир волынская птицефабрика а это курятина и сегодня у нас уникальная есть возможность по сути пообщаться с представителями с руководством этой фабрики здесь в владимира волынском в украине и узнать философию успеха вот этой уникальной торговой марки алина приветствую вас честно скажу я впервые в городе владимира волынском да очень интересно было приехать сюда и первое что мы сделали но я как аналитик веру что я иду на рынок честно скажу смотрю какая продукция есть курятина не курятина и я обратил внимание на местный хлеб очень качественный очень вкусные мы его купили я наелся его но я знаю что не только хлебом известен владимир волынский есть еще и владимир владимир логинская птицефабрика довольно известная очень серьезно которую вы возглавляете и стала собственно известной во многом благодаря вам почему выбран был именно этот братья вот основная такая маркетинговая тактика была в одной тесте рада вас приветствовать нашем городе и если говорить о рождении истории рождения этой марки то необходимо сказать что это история производственная история создания курицы без антибиотиков не родилась случайно наша компания исповедую такие ценности постоянного развития и изучение новых вопросов постоянно находимся в центре событий изучаем основные вектора направления нашей отрасли вот на одном из таких семинаров два года назад порядка мы узнали о том что основной вектор развития нашей отрасли ведущими европейскими странами и сша в том числе идет все-таки на рынок создания производства курицы без выращены без антибиотиков почему это важно потому что на сегодняшний день одна из таких очень серьезных угроз человечества признается устойчивость к антибиотикам да об этом очень много пишет пресса и мы задали себе цель и наверное за последние пять лет деятельности птицефабрики взяли очень серьезный вызов на себя и попробовали сделать ряд экспериментов привлекая ведущих европейских экспертов для того чтобы попробовать произвести у себя мы начинали с малых объемов то есть эквивалент одного птичника потом делали эти эксперименты в рамках фирмы и со временем мы доросли до 50 процентов производства курицы без антибиотиков я не буду называть сознательно те те корпорации в украине или корпорацию которая владеет существенной частью рынка производства курятины и они являются активными такими экспортерами есть другие производители я знаю и разделяю вашу философию то что не нужно говорить плохо о конкурентах но в чем все таки вот ваша ваша главный стимул почему вы занимаетесь несмотря на определенную монополизацию рынка производства курятина и в чем отличается ваш продукт существенно от других в чем конкурентное отличие как вы говорите от других подобных продуктов на сегодняшний день чем отличается наш продукт прежде всего потому что мы предложили рынку и это возымело очень интерес большой интерес у украинского потребителя первый момент это конечно же то что продукция выращена без антибиотиков и мы это гарантируем и второй момент это высоко классно с нашей точки зрения европейского вида упаковка потому что это важно это очень важно чтобы люди почему потому что на сегодняшний день если мы с вами зайдем в любой супермаркет европы мы увидим очень большое разнообразие и обеспечивает прежде всего хорошую сохранность продукта и санитарную безопасность потому что мы понимаем что положив продукт один раз на производстве он в таком же первоначальном первозданном виде приезжает потребителю я знаю что одним из приоритетов вашей корпоративной политики и вообще подхода к бизнесу является высокая социальная культура корпоративная культура отношения к персоналу формирования особых принципов поведения сказал философии даже на бизнеса в рамках предприятия вот мы сейчас находимся в таком уникальном месте такой коридор по сути да где отражены главные принципы вашей социальной такой корпоративной русской культуры пластины розу это первое первый принцип постоянное развитие что это меньше ну прежде всего мы задались целью и все эти ценности которые вы видите представлены у нас они были не придуманы кем-то что с целью насаждения искусственно прежде всего мы собрались командой и для себя решили выяснить какие мы признаем основными ценностями внутри себя насколько мы хотели бы видеть эти ценности вообще нашей корпоративной культуре как мы их проживаем и какие ценности мы соответственно закладываем наш продукт который мы производим потому что невозможно чтобы эти понятия были разорваны открытость для нового я так понимаю это стремление самосовершенствоваться или нет прежде всего конечно же да и ко всему что к новым знаниям она в совокупности эта ценность вторая наша работает с постоянным развития потому что мы открыты мы не боимся эксперименты мы не боимся поменяться сами мы понимаем где наши зоны развития где в начале пути где мы уже достигли определенных целей поэтому открытость к новому ребята тоже признали это одно из наших основных ценностей вот смотри третья ценность очень интересная она я бы сказал знаете для современного украинского бизнеса и особенно политики она не актуальна честно взаимная доверия и повага взаимов взаимное доверие и уважение но я честно скажу удивлен и мне приятно удивлен тем что вы большое значение такому принципу придаете поскольку это касается не только отношений между людьми это касается отношений руководства и подчиненных же правильно прежде всего да и второй момент вернее вернее наверное самый главный момент что правильно говорят сначала кто а потом что поэтому без скажем так микроклимата взаимного доверия и уважения невозможно обеспечить максимальную вовлеченность в рабочий процесс мы стараемся чтобы работа была всегда больше чем работа чтобы здесь творила система взаимопонимания и среда такая которая давала бы нам возможность творить наш продукт открытая прямая коммуникация это без барьеров общения без барьера просто есть приходи общаюсь барьеров действительно нет у нас работает очень прекрасный программный продукт это аналог фейсбука который позволяет прямое общение вообще с абсолютно любым уровнем коллег по работе руководители в том числе потому что в свое время я внедрила такой принцип что со мной можно было пообщаться абсолютно любому работнику предприятия начиная от обычного простого птицевода заканчивая руководителем подразделения я абсолютно открыто и в принципе все ребята открыты поэтому то что вы человек всесторонне развитые это уже тоже чувствую вы можете обо всем говорить причем профессионально вовлеченность и здоровый образ жизни вовлеченность я так понимаю это активность и вот здоровый образ жизни такие интересные аспекты них не очень характерны для украинского обыскового бизнеса начнем с вовлеченности но вовлеченность вообще мы закладывали такой смысл опять же сами ребята что необходимо наверное и нужно всегда делать больше чем от тебя ожидает то есть принцип работы на сто тридцать процентов вовлеченности и тогда скажем так могут будут открываться новые горизонты и перспективы и быстрых карьерных шагах и в достижениях в различных отраслях по здоровому образу жизни акцентирую внимание потому что именно на основе вот этой ценности сложилась наша философия нового продукта торговой марки эпикур курицы без антибиотиков потому что невозможно быть счастливым не будучи здоровым последние два принципа и так понимаю что они последние здесь но не факт что в будущем не появится нового я думаю что в дальнейшем можно будет совершенствовать вот наша продукция эту двое точно стоит и партнерство с кем это больше наверно внешний принцип или он внутри общества кооперативной культуры тоже культивирует но наша продукция мы акцентируем что мы производим полезный продукт и наша задача дать возможность украинскому потребителю быть здоровым приобщиться к здоровому образу жизни и соответственно быть счастливым в том в той гармонии самой самим собой и вообще быть счастливым человеком в полном понимании этого слова добрый день доброго дня ну власне мы сегодня много чего бачили у весь цикл как то кажут виробництва а володимиро волинске птахо фабрицы бренд эпикур уже мы вивчили дуже гарно завдяки аллине стоишь ну вот власне вы уже майже 13 роков працюете на цей фабрице вы бачили початок бачите зараз розвиток продовжения ну яке загальне вражение в чому на вашу думку главная відмінность эпикура как бренду от цей цей фабрики порівнянні з іншими українськими або можливо навіть закордонными знаете с багатьма українськими я не скажу як порівняти з власного досвіду скажу за всі роки якими працюємо тут на саме на цьому підприємстві відмічається досить интенсивний досить енергийний розвиток підприємства плюс це є не тільки як економічний розвиток це розвиток на краще майбутнє зараз ми для себе обрали здоровий спосіб життя і саме от бренд эпикур фактично філософія це як філософія це як наша цінність ну що може бути ось цінніше за власне здорові за здоров'я твоєї дитини твоїх близьких коли ти береш на себе таку відповідальність випускати продукт який би приносив не тільки користь але й дарував людині щастя ну я думаю це це багато означає які плани на майбутнє власне плани на майбутнє ми бачимо вже перші початки будується розширюється нас нова потужність який буде виробляти більше 13 з половиною тонн продукції в годину наразі це перші починаються тільки роботи сьогодні ми можемо це вже бачити далі планується розширяти самовирощування на коли передбачено експлуатацію ну орієнтуємось за два роки вже працювати в новому цехові що яке буде головна ну головна мета у цього розширення виробництва розширення відповідно потужності і можливо вдосконалення так та і орієнтація вже на експорт так я розумію орієнтуємось на те що ми будемо робити більше робити ще краще при цьому давати нові робочі місця розширювати можливості економічні нашого регіону взагалі я перше приїхав Володимир Полинський я знаю що це місто з історичної точки зору дуже важливо але я вже переконався як громадянин України тому що і власне є відповідний промисловий потенціал і от сільське господарство можливо воно буде однією із основ майбутньої економіки України зараз лише от сільське господарство тваринство все це ми це початок тому що ми маємо багато чого зробити але я побачив на вашому підприємстві що вже є європейський такий досвід підхід до праці так так Україна здавна була житло цією так і не тільки для європи саме наше географічне розташування дозволяє нам не тільки орієнтуватись на європу але й брати гарні від них приклади цим самим на нашому підприємстві в нас працює тісна співпраця по обміну досвідом по навчанню працівників по заохоченню працівники відвідувати інші підприємства з метою ознайомлення з метою щоб по-дальшому застосовувати свої навики на підприємстві цим кращим ми свою роботу покращуємо і взагалі свою успішність як спеціалістів Я впевнений що успіх буде впевнена і я Алі ну я чесно скажу я за цілий день стільки побачив всього я взагалі поражаюсь вашою активністю ви закапуєте капсулы і даєте команди ну реально очень активний чоловік Спасибо Я много чого увидел на вашем підприємстві і тепер я понял философію наверное епикуріанізму Хоть я і випускник аспирантуры по философії но на самом деле мені щас стало понятно що дійсно потрібні свої потрібні стати вдовлетворять многих випросів і ти будеш щастливим чоловіком це не тільки касається їды це касається активності спорту які плани на будущее у вас і у бренда епикур і вообще у промышленності такого яка занимається производством курятини Ну вот мы сейчас как раз с вами находимся на площадке і сьогодні була заложена капсула с посланням нашим потомкам ми починаємо строительство нового цеха по переработки курятины його мощність ровно практично в два с половиной раза більше, чем существующее і стоимость цього проекта порядка 38 млн евро що позволить вообще получить, достичь реализация данного проекта прежде всего це повищення ще більше качества производимого продукта первый момент второй момент це, конечно же, облегчення роботи для самих людей т.е. там предусмотрено дуже багато автоматизации це можнасть прохождення сертифікації для можливості увеличення експорта і выхода на Євросоюз можливостей, по сути а це в свою очередь в свою очередь однозначно це даст можнасть нам увеличити можливості поворачивання тому що на сьогодні ми вирощуємо 4 млн 600 голов единоразової посадки строительство і запуск данного цеха позволить нам увеличити можливості в два раза поэтому ми возлагаємо очень больші надежды тим більше, що за короткий період з чем-то другим а у вас і маркетинг і і качество і подход коопаративному управлінню все отлично для того, щоб выйти на зарубежному вам нужно теперь понять какая особенность конкретного рынка просто к ней адаптироваться ми надіємся однака ми не забуваємо о том, що основной вектор направленності нашого ну скажем так производства направлено все таки на внутренній рынок тому що ми считаємо украинців як нікого достойними потреблять хороший, качественный европейського формата продукції я с вами спасибо вам было приятно пообщаться спасибо